А спорят, что вы... Держи, тебе эта штука будет тебе помогать. Сейчас мы проверим все это. Ты говори в микрофон, пожалуйста. Я буду держать не так. Так? Так. Хорошо. Но для меня люди такие говорили о культуре и немного о ценностных вещах. Я немного поговорю про вещи более утилитарные, те, которые предлагаются, ну, которыми мы можем воспользоваться. Но смотрите, вы видите там чувака. Ну, многие из вас знают, как его зовут. Его зовут Тони. И у него небольшие проблемы. Но он как бы немного в крови и почти умирает. Ну, потому что он ничем от нас не отличается. Он как бы не супергерой, такой же человек, как и мы. Он тонет, горит, ну и немного страдает от ранений шапнелью. И так же, как и все мы, он... Ну, тут ничего не видно, но там как бы видно этот высокотехнологичный кроссворд у него на шее. И он, как и мы все, болеет, стареет. Ну, в результате всего терпит издержки, которые связаны с возрастом, и это очевидно. То есть как бы нам сейчас там по 20-30 лет. Мы такие молодые, сильные и красивые, особенно я. И поэтому как бы не задумываемся о том, что будет в будущем. Но всем очевидно, что там лет в 90-м мы все столкнемся с какими-либо объективными проблемами. Черви. Ну, черви. Кто-то не сможет ходить. Допустим, как профессор Ксавьер, он тоже, допустим, вам известный. И он не может ходить. Да, у чувака проблема. Пуля давным-давно попала ему в спину, поэтому он теперь катается на инвалидной коляске. И людей это беспокоило уже очень давно. То есть это проблема того, что в обществе существуют люди, которые уже сейчас сталкиваются с какими-то проблемами и не могут нормально существовать в нашем обществе. Точно такие же инвалиды, как профессор Ксавьер. Ну, как бы здесь-то он богатый и крутой, но есть обычные люди. И мы понимаем, что они в реальной жизни сталкиваются с огромными проблемами. Потому что наш мир как бы не очень приспособлен для каталогов. У нас есть лестницы, эскалаторы и прочие-прочие вещи. Ну, действительно очень плохо. И тогда люди задумывались об одной проблеме. Как же сделать, а, таким людям хорошо, и как бы нам всем хорошо, потому что мы все когда-нибудь станем такими. Ну, и началось это давным-давно. Как бы в 60-х годах люди такие, давайте строить экзоскелеты. Ну, вы примерно понимаете, что это такое, сейчас немного про них расскажу. Это такие штуки, которые делают вас немного лучше. Именно дополняя ваши анатомические способности. То есть если вы видите вот человека с большой рукой, значит она сильная, и он может делать ей гораздо больше того, чего не может делать обычный человек. Ну, например, прилагаешь усилие в 4 килограмма, а получается тонна. Очень круто. Например, можно машину поднять рукой. Но проблема того времени была очень простой. Как бы, ну, он не от батареек, он на проводах, он очень большой, очень тяжелый. И его не слишком-то хорошо применишь в реальной жизни. Серьезно, друзья. Как бы в такой бандуре по улице не пройдешься, другу руку не пожмешь. Скорее всего сломаешь и соник разнесешь. Ну, вы видели про Халку, как он бегал по улице. И поэтому люди, особенно, и это именно тенденция последних лет. Люди начали задумываться, как дать людям, которые испытывают сейчас огромные проблемы в нашем обществе, именно не в том, как к ним относятся. Ладно, к ним уже нормально относятся. Но так, как они могут взаимодействовать в нашем обществе, как они могут передвигаться и существовать, как жить полной жизнью. И для этого вот первый проект, это проект Револт. То есть он американский, и самое главное, он одобрен к использованию американской компании. То есть он позволяет уже людям реально покупать подобного рода костюмы и использовать их в реальной жизни. То есть если до этого человек катался в инвалидной коляске, то теперь он может реально ходить. И как бы это, ну, огромный плюс, ну, вы понимаете. Раньше тебе приходилось другу, звачно, он тебя поднимал вверх по лесенке или с специальным устройством, а теперь ты можешь ходить собственными ногами. И я считаю, что это действительно круто давать людям возможность жить. Да и, как вы видите, им тоже от этого очень круто, что они могут передвигаться своими собственными конечностями и ощущать себя полноценными частью нашего общества. Но, что более интересно, все технологии, ну, то есть большинство технологий из медицины пришли откуда? Из военной практики. Ну, то есть, вы понимаете, огромное количество исследований пришли к нам из военной практики. То есть это и радары, которые мы используем там в виде маленьких радарах, микроволновочках, там и сонтовый телефон и прочее, прочее. То есть тут тоже не обошлось. Как бы, это костюмы, ну, вот, как бы прошлый костюм был экзоскелет Халк. Он с 13-го года, точнее, с 6-го года уже начинает активно использоваться. И как бы он достаточно крут, потому что он позволяет в течение 72-х часов переносить достаточно большие грузы солдатам. 70 килограмм полезного груза он может переносить с собой. И почему это круто? Потому что он делает солдата более эффективным во время введения боевых действий. Или просто он может переносить больше, быть более эффективным. И это круто. Потому что, ну, вот видите, он делает вид, что он может отжиматься, а на самом деле нет. Это просто специально сделана красивая картинка. Но вы просто понимали, чтобы такие технологии у него существуют. И почему это важно? Потому что действительно, вот подобного рода технологии, когда они все быстрее и быстрее встраиваются в военную отрасль, они потом лучше встраиваются в гражданскую отрасль. И тем самым, ну вот к чему подводя, дают людям больше возможностей. И потом, дальше мы потом обратно вернемся к Тони, и вы увидите, как именно подобного рода технологии изменили его жизнь. И, в принципе, дали его жизнь возможным. Хорошо, ну тут еще один небольшой пример. Они делают вид, что много чего могут, но все же. А это, ну, примерно вы тоже догадываетесь, что большинство историй из войны пришли откуда? Из фантастики. И если до этого, вы помните слайд, там прибыл примерно точно такой же Мэтт Дэймон, он только спиной повернутый. И, не знаю, вы там можете кивнуть головой или ответить внутренне на свой вопрос, насколько много отличий у этого костюма от, допустим, понятного, от предыдущего. На самом деле, и вот это еще одна штука, которая у меня естественна. Ну как иначе? Вот. Отлично от того, что было. Ну вот от этих. То есть, смотрите, посмотрите на эти и посмотрите на эти. Найдите 10 отличий. А на самом деле, фильму-то не так уж и много лет. Фильму-то три года от силы. А те технологии, которые использовались тогда, и что меня действительно поражает, мне это очень нравится. Потому что, допустим, когда я был ребеночком или маленьким, для меня такие штуки, ну это реально было, как терминатор по улицам ходит, стреляет, убивает, я не знаю, будущее свершилось. И для меня это было суперкруто смотреть в телевизоре, как эти роботы живут. А они теперь уже ходят по улицам. Теперь уже такое возможно. То есть, подобного рода технологии, которые 20 лет, 10 лет назад считались действительно фантастикой, сейчас уже становятся вполне реальными. То есть, и это как бы считается супермодернистической игрой, там про будущее. Но на самом деле, технологии принципиально ничем не отличаются от того, что мы имеем здесь. И опять же, подводя к тому, что как это поможет Тоне, который сейчас лежит и истекает кровью где-то в афганской пустыне. Ну, очень просто. Точно так же, как то, что маленькое будущее, которое уже становится реальностью, точно так же, это будущее становится более реальным и берется, ну вот, там, из более каких-то фантастических историй. То есть, до этого сплавы из титана, и человек такой ходит, делает вид, что он 72 часа может таскать 70 килограммов. А потом, там, нано-костюмы, которые позволяют человеку бегать со скоростью лошади, прыгать на высоту кузнечика. И, да, на высоту кузнечика. Ну, то есть, вы понимаете, для своего размера кузнечик хорошо прыгает. Если бы человек так же хорошо прыгал, он бы, там, два футбольных поля перепрыгивал. А это достаточно круто. Я такого не умею, серьезно. Вот. И возвращайся к тому, как же это помогло Тони Старку. Ну, очень просто. Он внезапно стал очень крутым, начинает, ну, он до этого был очень крутым, там, богатый, миллиардер. Но, в принципе, он ничем, как бы, не отличался от обычного человека. Там, две ноги, две руки, болеешь, стареешь, умираешь. Да, а теперь он просто стал внезапно супергероем. И, самое главное, он не умер от того, что у него, там, шрапныли в груди. И, да, они умирают от того, что у него шрапны в груди. А смог жить, и, самое главное, нормально встроился в наше общество, в котором оно существует. И, там, три причины, почему это круто. Первая, потому что, ну, это, в принципе, круто, экзоскелеты, люди, которые прыгают, там, толкают машины, носят их на себе. Это, типа, круто просто потому, что круто. А второе, это круто, потому что люди, которые сейчас как-то ущемлены в нашем обществе, которые не могут реализовать свою жизнь по полной, так как они действительно хотят, так как мы можем это сделать, они получают второй шанс. И это действительно важно. Потому что без этого, ну, не знаю, в наше общество недостаточно заботиться друг о друге, когда один может кататься на велосипеде, а другой только смотрит на то, как другой катается на велосипеде. Я считаю, чем больше таких технологий, особенно таких крутых технологий, когда-то большой и летающий, тем круче в нашем обществе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ